Этот диск направлен не только на клиентов, но и на самом деле на психологов и психотерапевтов. На этом диске вы найдете информацию, которую я собирал свыше 4000 рабочих часов. Я поделюсь с вами наработками, которые до сих пор были только в моих рабочих блокнотах и моих рабочих папках. Этот диск посвящен поиску того самого внутреннего конфликта, работе с мыслями, убеждениями, то бишь работе с тем, что приводит нас к неврозам. Значит, кто клиент смотрит этот диск, то же самое делают со мной вместе. Посмотрите ваши методички, у вас там все это есть, который с диском. Значит, делается это примерно так. Это можно сделать в таблице, а можно сделать на графике. Давайте я покажу на графике, потому что таблица у вас есть в методичке. Давайте покажу вам, как это можно сделать на графике. Значит, вы должны первое, что сделать, выписать? Выписать ситуации, где у вас есть реакция эмоций, вегетатика и так далее. Ну, допустим, ситуация, там, допустим, дома. Допустим, вторая ситуация, там, улица. Там, в третьей ситуации, транспорт. Там, четвертая ситуация, ну, давайте, допустим, возьмем там, магазин. Там, следующая ситуация, там, офис. Ну, предположим, да. И давайте здесь, допустим, там, одиночество, ситуация, я одна. Вот так. Вот мы выписали череду ситуаций, где вам становится не по себе дискомфортно. У вас есть вегетативные какие-то симптомы, тревога, страх и так далее. Выписали ситуации. Теперь нам надо увидеть, что происходит телесно. Просто это увидеть. И сюда подписываем кружочек такой, телесную реакцию. Просто ее запишите. Что дома было то-то, на улице то-то, в транспорте то-то, в магазине то-то. Вы увидите, что примерно телесная реакция у вас одинаковая. Сердечко, там, руки потеете, да, там, тяжело дышать. И дальше вам надо ответить на этот вопрос. Почему у вас в этих ситуациях происходит та или иная физиологическое явление, не призму катастрофизации, что я больна, неизвестно чем, а что в этих ситуациях что-то происходит, что вызывает у меня подобную вегетативную реакцию, то есть я как-то мыслю и умею какие-то эмоции. Значит, я буду их искать. И теперь погнали. Главный вопрос. В каждой ситуации вам надо задать вопрос первый. Помните, что я сейчас думаю? Ну, допустим, дом. Ситуация, ссора с мужем. У вас вегетативная реакция. Что я сейчас думаю? Ну, допустим, ответ. Он не, он, а ситуация такая, он разбросал носки по квартире, ну, предположим. Или он там натоптал грязными ботинками на вас чистый пол. Ну, давайте вот это более интересно, да. Он пришел муж домой, вы там мыли пол там весь день, он грязными ботинками прошелся, и у вас первая мысль. Он не ценит мой труд, он меня не любит. А, нет, первая мысль может быть такая. Вот козел натоптал, значит, он меня не любит, значит, он меня не ценит и так далее. Ну, то описываем. Он меня не ценит. Или он, он обесценивает мои усилия, там, и так далее. Второй вопрос задаем. Почему для вас это так важно? Почему для вас это важно? У вас в методичке все эти вопросы есть. Не вчитывайтесь то, что я тут пишу. Просто слушайте, смотрите методичку. Почему для меня это так важно? И тут начинают всплывать интересные вещи. Либо он должен ценить мой труд, или это ужасно, если он меня не ценит, и он меня хочет бросить и развестись вообще со мной. То есть муж просто пришел, натоптал ногами. О том, что он видит, не видит, устал, не устал, больной, не больной, там, случайно, не случайно. У вас таких мыслей нету. У вас есть четкое убеждение, что он уже вас не любит, что он уже с вами готов развестись, что он уже ублюдок и там, сволочь. У вас сразу вот эта идет история. Почему для вас так важно? Потому что он не должен меня бросить, там, и так далее. Ответ. Почему для вас так важно? Потому что... Почему? Ну, допустим. Он должен меня ценить. Потому что я героиня труда. Он должен меня ценить. Он должен ценить мой труд. Или, допустим, ужасно, что он меня не любит, как вам кажется. Ужасно, что он меня не любит. Значит, первый вопрос. Что я сейчас думаю? Второй вопрос. Почему для вас это так важно? Третий вопрос. О чем это говорит? О чем это говорит? Ну, допустим, это говорит о том, что я несчастная женщина и останусь одна, и никому больше не буду нужна, и вообще все это ужасно, и так далее. Потом ситуация на улице. Я иду по улице, мне закружилась голова, мне было вегетативно нехорошо. Что ты сейчас подумала? Что я сейчас могу упасть. Почему для тебя это так важно? Я не должна падать, потому что все посмотрят и подумают, что я какая-то слабая или хиленькая. О чем это говорит? О том, что я не должна падать и не должна показаться слабой. Ситуация в транспорте, в метео, допустим, да? Она ехала, у нее застучало сердечко. Что ты сейчас думаешь? Что у меня может случиться паническая атака? Почему для тебя это так важно? Что она должна там случиться или не случиться? Я запаникую, буду казаться какой-то странной и там больной какой-то, да? О чем это говорит? И это говорит о том, что я не должна показаться публично какой-то нездоровой, чтобы все на меня смотрели и пальцем показывали. Магазин. То же самое. Встаю в очереди и думаю, у меня вегетативное напряжение. Что ты думаешь в очереди? Быстрее бы прошла очередь. А то сейчас как упаду или запаникую, начну орать, тут давайте все проходите быстрее, сволочи. Почему для тебя это так важно? Я не должна показаться, со мной не должно произойти плохой ситуации, чтобы я не потерял над собой контроль. Я не могу потерять контроль, потому что я буду лохушкой. Почему, о чем это говорит? Это говорит о том, что я не должна проявить себя негативно, допустим, демонстративно, да? Офис. Ситуация там, презентация, подготовка документов или просто переговоры, вегетативное напряжение. Что ты сейчас думаешь? Только бы не облажаться на презентации или только бы подготовиться правильно. Почему для тебя это так важно? Я не должна совершить ошибку, иначе не подумать, что я полная бездарность и ни на что не способна. Да? И они меня там уволят, отругают. О чем это говорит? Это говорит о том, что я буду выглядеть ужасно в глазах начальника. Ребята, здесь еще можно встроить фразу, знаете, какой интересный вопрос? Что будет? Что будет, если, допустим, что будет, если ты упадешь? Что ты будешь думать, если ты сделаешь ошибку? Что будет, если ты упадешь? Что будет, если муж натоптал? Что будет, если, там, у тебя закружится голова, и ты упадешь в обморок? И что будет? Ну, я буду выглядеть слабо, я буду выглядеть ужасно и так далее. С помощью таких вопросов и разбора каждой ситуации вы сможете, посмотрите методичку, да? Увидеть, что в разных ситуациях, но мыслите вы как? Одинаково. Я не должна упасть, я не должна потерять над собой контроль, я не должна, там, показаться какой-то лохушкой, показаться еще что-то. И здесь будет одна история. Я слабая, там, беспомощная, я не должна показаться, там, какой-то смешной, там, и так далее. И у вас вот здесь выстраивается одна и та же история. И вот вы нашли убеждение. Я не должна показаться слабой, или если так случится, они не будут меня любить, или я буду испытывать чувство вины. Теперь смотрите, у нас есть пять основных преломлений. Вот это понятно, как мы ищем. Мы в каждой ситуации задаем вопрос, что я сейчас думаю, что будет, если так случится, почему для меня это так важно, о чем это говорит. Научно-когнитивная терапия доказана, что тот, кто это делает, изменение есть, во всяком случае, оно симптомцентрированное считается, да? То есть она не глубокая, не слишком глубокая. Потому что, чтобы ее сделать глубокой, я сейчас вам покажу, как, чуть дальше, да? Но если вы начнете мыслить гибко и рационально, поверьте, никакая ситуация в жизни не доведет вас до гипертрофированной тревоги, гипертрофированной социофобии и так далее. Вы сможете спокойно говорить тосты, летать на самолетах, что хотите, потому что вы начинаете думать рационально.